Слава нашему Господу! Мир вам, братья и сестры, и все присутствующие! Великое сотворил Господь над нами, мы радовались, написано в 125-м псалме. Да поможет нам Бог радоваться не только в прошлом, но и в настоящем, и в будущем. Еще написано, велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, Откровение 15.3. И я хочу прославить Господа и поделиться с вами свидетельством о том великом, которое совершил Господь в моей жизни, в жизни моей семьи. Меня зовут Владимир, значение моего имени – владеющий миром. Но раньше было наоборот, мною владел этот греховный мир, с его образом жизни. Потому что до обращения на путь веры я был атеистом, неверующим человеком. Не верил в существование Бога, не верил в существование вечности, какой-то загробной жизни. О смысле жизни старался не задумываться, потому что считал, что на этот вопрос нет удовлетворительного ответа. А если кто-то задавал мне такой вопрос, ну, я считал того человека немножко ненормальным. Хотя Бог с юных лет жизни давал задуматься о смерти. Помню, когда мне было лет 11-12, в нашем поселке умер парень от рака. И ко мне пришла такая мысль – а вдруг я так же рано умру и не узнаю, что будет потом? И от этой мысли страх и ужас наполнили меня. Я долго не мог тогда уснуть, но утром все это исчезло, и жизнь продолжилась. Я очень любил читать с детства, и при чтении одной книги известного автора, которой высмеивалось все религиозное, меня смутила надпись над воротами в ад – «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Это опять пробудило во мне страх и ужас. А вдруг и я попаду туда, где нет абсолютно никакой надежды? Но в очередной раз мне удалось отогнать от себя эти мысли. Запомнился мне еще один случай, когда я служил в армии. Была у меня возможность по вечерам слушать радиоприемник, и я искал на коротких волнах музыку. И однажды нашел такую радиостанцию, на которой звучали очень красивые мелодичные песни. Это была христианская радиопередача. Естественно, слова песен были только о Боге, об Иисусе Христе. И я подумал, вот бы этим песням наши нормальные слова. Так как я считал, что Бога нет, не стал тогда слушать эти радиопередачи. Но теперь я понимаю, что это Бог стучался в мое сердце тогда. Жизнь моя продолжалась, жил я как неверующий, безбожный человек. Пришла алкогольная зависимость, связанные с этим проблемы. Один раз, выходя с работы в нетрезвом виде на проходной, меня задержала охрана, и там был такой очень неприятный конфликт. В результате я оказался в милиции, и мне грозила очень серьезная ответственность. Вы знаете, я сильно тогда испугался, испугался и начал поститься и молиться Богу. Вы спросите, как неверующий человек может поститься и молиться? Может. Может. Я просто не мог ничего есть. И моя молитва была только два слова – «Господи, помилуй», которые я услышал когда-то в православной литургии по телевизору. И вы знаете, Бог помиловал, Бог избавил от тех последствий. И я подумал, вот повезло. И образ жизни моей совершенно не изменился. Хотя были промежутки трезвости, когда я пытался своей силой воли удержаться от пьянства, но они становились все короче и короче. Верующих родственников или знакомых у меня тогда не было. Увлекался, чем только не увлекался – и музыкой, и фотографией, и радиолюбительством, и играми компьютерными, чтением книг, особенно детективов, фантастики. Даже как-то взял у соседки почитать Новый Завет. Но я его хотел читать как что-то развлекательное, фантастическое, поэтому не осилил даже несколько страниц и вернул книгу назад. А увлечение спиртным в итоге оказывалось сильнее всех других увлечений. И вот однажды, это было летом, я вошел в метро, возвращаясь с работы, и навстречу мне шел парень со стопкой газет в руках. И этот парень протянул мне одну из газет, и я спросил, что это? Он ответил – «Евангелие». На газетном листе было напечатано «Евангелие от Марка». Я сказал – «Давайте, почитаю». Взял этот листок, он сказал мне спасибо. Я ему вежливо сказал – «Пожалуйста». И поехал домой. В тот же день приезжаю домой, включаю радиоприемник. А тогда на диапазоне ФМ были станции «Радио Рокс», «Радио Биэй». И передавалось много музыки в хорошем качестве, и я на магнитофон любил это все записывать. Теперь-то я удивляюсь, но тогда я сильно как-то и не удивился, когда из приемника послышались слова «Сегодня мы продолжаем разбор Евангелия от Марка». «Откройте такую-то главу». Я подумал – какое хорошее совпадение. Как раз у меня есть именно это Евангелие. И с того времени я очень полюбил слушать эти радиопередачи. Там был еще разбор 53-й главы пророка Исаии, потом разбор Евангелия от Матфея, также рубрика «Вопросы и ответы». Проповедник отвечал на вопросы, которые присылали ему радиослушатели в письмах, но такие же вопросы возникали и у меня тогда. И я получал для себя ответы, хотя писем не писал. И я слушал эту программу практически каждый день, записывал на магнитофон, прослушивал еще и еще раз, с чем-то соглашался, с чем-то нет. И это продолжалось несколько месяцев. Также продолжался мой промежуток трезвости очередной. Со временем я стал понимать, что мне нужно стать верующим. Но думал, ну как же я обойдусь всю оставшуюся жизнь без своих любимых грехов. И однажды мне предоставился случай проверить Бога еще раз. Теща моя очень сильно заболела. Родственники считали, что она уже при смерти, продали корову, все хозяйство это. А я взял, да и помолился, Господи, не дай, чтобы моя теща умерла. И вы знаете, слава Богу, теща выздоровела моя. И после того еще 17 лет прожила, слава Богу. И вот настал тот день, когда я вдруг услышал такие слова проповедника. Если вы осознаете себя грешником, то вы можете обратиться к Богу в простой, сердечной, детской молитве, там, где вы находитесь, и попросить у Него прощения. Как потом выяснилось, такие призывы были в каждой передаче, но я почему-то их не слышал ни разу. И я подумал, попробую помолиться, вдруг на самом деле есть этот ад, не хочу там оказаться. И помолился я дома, попросил у Бога прощения. Ничего такого, казалось бы, не произошло, но недели через две я осознал, что я за это время не сказал ни одного нецензурного слова, которые раньше лились из меня просто таким потоком. И во мне царит какое-то новое ощущение покоя, умиротворения, которого я раньше никогда не ощущал. И что совершенно мне не хочется возвращаться к тому прежнему образу жизни, и что этот мой промежуток трезвости продлится всю мою оставшуюся жизнь. Я понял, что обрел рождение свыше, как и говорил тот проповедник по радио, слава нашему Господу. Я продолжал слушать радиопередачи, и если раньше мне было просто интересно, то сейчас мне стало необходимо, как хлеб, как вода. Там были христианские песнопения, которые теперь мне уже очень нравились, слова, которых мне очень нравились. Я на слух переписывал слова, разучивал эти песни, пытался их петь дома, приобрел Библию в православном храме. Теперь я уже соглашался со всем, что говорит Библия, как прозревший духовно человек. Даже стал учить на память 53 главу пророка Исаии. Но мне очень не хватало общения с верующими, не хватало церкви. И я знал, что эти радиопередачи были евангельских христиан-баптистов. И я хотел найти именно таких людей. И как-то мы ехали с женой в троллейбусе по улице Гурского и увидели строящееся церковное здание. Оно было уже возведено, стояли строительные леса. И я спросил у жены, а что это за церковь такая строится? Она говорит – баптистская. А в народе баптистами обычно называют евангельских верующих. И я подумал – это то, что мне нужно. А жене сказал – как построиться, надо будет сходить. И вот настал определенный момент, было воскресенье, погожий осенний день 95-го года. И я утром проснулся с четкой явной мыслью, что сегодня поеду туда, на эту стройку, чтобы спросить хотя бы у строителей, кого найду или у сторожа, когда будет готово это здание, когда начнутся богослужения. И тут жена у меня спрашивает – какие у тебя на сегодня планы? А мне как-то неудобно было сказать, что я на стройку собрался ехать. В воскресенье. Я уклончиво ответил – ну, есть кое-какие планы. И когда уже начал собираться, жена опять спросила – так все-таки, куда ты собираешься? Куда поедешь? Тут я, набравшись смелости, отвечаю – в церковь поеду. А она говорит – правильно, и сына возьми. А я говорю – нет, я только в разведку еду. И когда я вышел из транспорта на нашей остановке возле этой стройки, то я увидел выходящих из-за угла забора людей – нарядных, радостных, с книжечками в руках. Молодежи много было среди них. Ну и я, продолжая свою разведку, пошел туда, откуда выходили эти люди. И увидел табличку на воротах «Церковь христиан веры евангельской». Я подумал – сюда как раз мне и нужно. Оказывается, это закончилось первое служение на 9 часов, проходившее в арочном здании, о существовании которого я даже не догадывался. Его не было видно за этой стройкой. И я остался на втором собрании. И хотя я впервые был на таком богослужении, у меня было ощущение, что я пришел домой. Особенно, когда проповедник вышел и стал читать 53-ю главу пророка Исаии, я еще больше убедился, что я там, где нужно. Потом, через неделю, пришли к Господу моя жена, мой сын. В следующем году мы уже заключали водное крещение, вернее, завет через водное крещение. Потом уверовал мой брат с его семьей, сотрудник моего брата с его женой. Потом моя мама уверовала. Хотя она мне сказала, что «сынок, я за тебя молилась тогда». Получается, мама неверующая молилась. Я стал верующим. И мы уже потом с братом стали молиться за маму. И она стала верующей членом нашей церкви. И с поры той моей разведки, в кавычках, прошло уже 28 с половиной лет. И я благодарен Господу за его благодеющую руку, которая сопровождает и ведет до ныне, и верю, что не оставит. И я хотел бы с вами, братья и сестры, помолиться Богу, поблагодарить Его, прославить Его имя. Субтитры создавал DimaTorzok